Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Связался у меня еще один свитер из пряжи Букле, наверное это говорит о том, как мне понравилось работать с этой пряжей. Для себя я вязала полосатый свитер в стиле оверсайз и мастер класс по нему уже есть на моем канале. Сейчас в правом углу всплывет подсказка, кто еще не видел, можете перейти посмотреть этот мастер класс. А второй свитер я вязала для дочери, он также получился легким, уютным и теплым. Вяжется очень быстро и достаточно просто. Поэтому я хотела бы обратить Ваше внимание на эту пряжу. Переходите по ссылке под этим видео в магазин, заказывайте ее и давайте свяжем такую свитероку вместе. Итак, пару слов о пряже. Это Alize Naturale. Для своего проекта я беру два цвета. Вот такой фиолетовый, его номер 6024 и остался от прошлого проекта белый, номер оттенка 62. В состав пряжи входит 49% шерсть, 24% хлопка, 24% акрил и 3% полиэстер. Вязать будем спицами двух размеров. Для основного полотна я беру спицы 7 мм, а резинки буду вязать на пятерочках. Вот я связала образец. Что Вы видите? Здесь есть лицевая гладь, здесь есть резинка на семерках и есть резинка на пятерках. Вот так. Совсем ничего нигде не видно и непонятно. Но я в очередной раз настоятельно рекомендую не лениться вязать образцы и делать свои расчеты. С одной стороны, эта пряжа сложна для новичков. Во-первых, сложно считать, потому что не видно. Во-вторых, спицы цепляются вот за эти буклюшки и вязать неудобно. Но хочу Вас обрадовать. За толстые спицы пряжа почти не цепляется. А раз ничего не видно, то можно не париться о ровности петель. Ну и о каких-то мелких косичках, естественно, в пределах разумного. У Вас однозначно получится ровное, красивое, мохнатое полотно. Теперь давайте посчитаем. Это у нас схема погона. Итак, у этого свитера я сделала немножко поуже горловину. Возьмем здесь 56 петель. На погоны у меня уйдет по 8 петель. Останется, то есть 56 минус вот эти вот 16 петель. 56 минус 16 равно 40. Делим на 2 на перед и спинку. Делим на 2 равно 20. Здесь 20 петель и здесь 20 петель. Я планирую развернуться по два раза в погонах. И когда мы будем разворачиваться, у нас здесь будут сделаны прибавки. Мы пройдем, значит, первый раз сделаем прибавку. В обратном ряду сделаем второй раз прибавку, развернемся прибавка и вернемся прибавка. То есть 4 прибавки у нас с каждой стороны будет сделано за эти два разворота. Значит, мы вот отсюда вычтем 4 петли, а здесь прибавим 4 петли. Итого у нас здесь получится 16 петель, а здесь 24. 24 минус 16, 8 петель разница. Вот они вот эти вот 8 петель, которые мы выполним в момент вязания ростка, так я надеюсь это понятно. Дальше мы пойдем вязать уже немного глубже и сделаем два разворота впереди. Начнем мы вязание вот из этой точки, пойдем, значит, сделали прибавку, пошли сюда, сделали прибавку, пришли, развернулись, пошли обратно, сделали прибавку, сделали прибавку, во вторую точку разворота пришли, снова пошли, сделали прибавку, сделали прибавку, во вторую точку разворота пришли, сделали прибавку, сделали прибавку и ушли вот сюда. Все, когда мы будем проходить и здесь и здесь, мы прибавки делаем по разные стороны, дальше уже все наши движения будут синхронно и здесь и здесь прибавки делаться, поэтому дальше уже корректировок никаких не нужно, по 24 петли после того как мы два раза развернемся станет и на спинке и на передней части и дальше уже прибавки будут делаться равномерно, то есть мы развернулись, тут прибавку сделали, снова прибавка, 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 пришли сюда, снова прибавка, прибавка, развернулись, пошли обратно, прибавка, 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 пришли вот сюда, очень красивая схема, кошмар конечно, это условно вторая точка разворота, но после того как мы сделали все вот эти вот вывязывание ростка если вот этих вот раз два три 4 5 6 7 8 8 рядов нам хватит а здесь если мы будем вязать семеркой у нас петли высокие и я думаю что 8 петель это достаточно таки глубокий росток получится посмотрите сами по своим это можно сделать третий раз еще туда-сюда сходить и уже из этой точки мы пойдем дальше вязать по кругу все вот так вяжется погон дальше вот у нас здесь было поуже то есть немножко у нас погоны сдвинуться за счет того что мы с вами сделали корректировочки вот эти да вот а когда мы начнем вывязывать вот эта часть у нас просто опустится и погон развернется и еще что я хочу сказать пока мы делаем погон пока мы вяжем погон вернее прибавки мы делаем в каждом ряду я уже об этом сказала и эти прибавки делаются до того момента пока вы не довяжите до вот вот эта вот часть да где плечо заканчивается начинается рука вот вот досюда примерно дальше вы прибавки будете делать ряд не делаем прибавки в двух рядах делаем ряд не делаем двух рядах делаем и мы продолжаем вязать до того момента пока у нас впереди и сзади то есть мы пока вяжем у нас погон не увеличиваются петли здесь так и остается по 8 петель петли увеличиваются только спереди и сзади и пока вот это вот количество петель у нас не придет к той ширине которая нам необходимо смотрите для того чтобы посчитать какой ширины изделия нам необходимо мы с вами берем обхват груди либо обхват бедер зависимости от того что у нас больше если тут есть большая разница да у моей модели это восемьдесят четыре сантиметра прибавляем к этой цифре 30 процентов на свободу облегания здесь если мы прибавим получается сто четырнадцать петель ой сантиметров дальше мы эту цифру должны умножить на плотность вязания моя плотность вязания получилось 11 петель в 10 сантиметров то есть это одна целая одна десятая петли в одном сантиметре и вот мы сто четырнадцать сантиметров умножаем на одну целую одну десятую у нас выходит сто двадцать петель то есть вот здесь вот по ширине изделия мне необходимо прийти в этом месте к 120 петлям и теперь смотрите я показала вам расчет из пятидесяти шести петель и не сказала как они считаются то есть они зависят от того сколько у вас обхват головы минус 10-15 процентов дальше умножайте на свою плотность вязания я взяла эту цифру уже так скажем готовую потому что в прошлом проекте у меня было шестьдесят четыре петли и я поняла что мне нужно вот в этом проекте горловина немного поменьше поэтому за основу я взяла 56 петель вы можете просчитать ее самостоятельно дальше мы сделали все прибавки и вот в этом месте мы должны прийти к 56 петлям почему потому что вот здесь внизу мы будем добавлять по 4 петли с каждой стороны для подрезов вот то есть 56 плюс 4 у нас будет 60 60 на полочке 60 на спинке у нас вот они 120 петель получаются то есть вот здесь мы довязываем прибавки до того момента пока у нас на спицах не будет 56 петель но или в зависимости от того какая цифра у вас здесь получилось дальше мы прибавки будем делать уже по линии рукава то есть внутри погона мы до этого делали прибавки снаружи погона а здесь начнем с двух сторон внутри погона делать прибавки и у нас будет вывязываться вот здесь вот окат рукава вяжем мы его до тех пор пока не довяжем до необходимой ширины рукава эта модель подразумевает узкий рукав поэтому вам нужно измерить обхват руки выше локтя к такому количеству петель вам нужно будет прийти вот в этом месте у меня это 30 петель но имейте здесь ввиду что у нас рукав состоит из петель погона вот этих петель которые мы добавили здесь прибавками и еще четырех петель подреза то есть вот здесь у нас восемь петель здесь 4 всего надо 30 значит из 30 вычитаем вот эти 12 петель вот такое количество нам нужно будет вот здесь вот добавить прибавками и дальше мы уже будем вязать отдельно тушку и отдельно каждый рукав то есть вот в этом месте когда мы достигли необходимого количества петель по рукавам мы эти петли снимаем на дополнительные лески или ниточку добавляем по четыре петли подреза с каждой стороны и объединяем спинку и полочку в один круг и начинаем круговое вязание до необходимой нам длины изделия дальше мы переходим к вязанию рукавов поднимаем вот эти вот четыре петли подреза и вяжем рукав до необходимой нам длины точно так же и так мы начинаем вязать и начинаем мы с того что берем очень большой крючок потолще и вяжем вот такую вот косичку крючком просто обыкновенную косичку из воздушных петель она должна быть чуть больше чем нам нужно набрать петель дальше вот с той стороны где у нас бугорки вот ведь здесь идут косички а с этой стороны бугорки вот мы вот эти бугорки надеваем на спицу вот так вот вот таким образом но я уже надела пятьдесят шесть петель которые мне нужны для вязания я набрала на спицу спицы я взяла пока пятый размер теперь я беру ниточку и начинаю вязать вот очень удобно здесь вязать тем что не нужен большой хвостик рассчитывать его не надо и так далее пока провязываем первый ряд спицами номер пять все теперь пятьдесят шесть петель провязываем и дальше вяжем по кругу здесь не надо набирать лишних петель для замыкания в круг здесь просто мы будем вязать когда остановимся соединим и начнем вот с этой петли следующий ряд так провязали необходимое количество петель вот видите вот у меня начало ряда вот у меня ряд закончился я здесь вытащила лесочку и дальше продолжаю вязать второй ряд все здесь вот петельку подтягиваем и вяжем дальше для чего мы сделали вот этот вот набор на бросовую нить смотрите для того чтобы у нас была возможность подумать над горловиной когда мы ее свяжем как бы в обратную сторону сейчас мы пойдем вязать вниз весь свитер а потом мы свяжем горловину но вы можете ее вязать конечно же в начале но вы горловину будете вязать вверх по направлению и таким образом если что-то вам не понравится вы сможете ее распустить и связать что-то другое все мы провязываем теперь ну вот два ряда я провяжу и начну делать прибавки для ростка то есть вот здесь вот будет у меня начало и вот из этой точки мы начинаем делать прибавки следующем ряду с третьего ряда начинаю смотрите когда вы будете вязать второй ряд распределите сразу петли вот у меня 8 петель погона в середине погона где-то скажу начало ряда я отметила дальше у меня стоят два розовых маркера между ними 16 петель спинки снова 8 петель погона и два синих маркера между между синими маркерами у нас петли переда здесь 24 петли вот таким образом распределяем петли и когда мы проходим погон мы делаем прибавки то есть мы уже получается вот от начала ряда начали вывязывать первый ряд ростка делаем прибавку вообще любым способом какой вам нравится потому что в этой пряжи все равно ничего не видно сделали прибавку провязали петли спинки сделали прибавку провязали погон где-то вот до этой точки помните да мы должны развернуться здесь и сейчас я движу до сюда покажу вам как разворачиваться и так смотрите я провязала петли спинки здесь также сделала прибавку и провязала в погоне три петли вот здесь нам теперь нужно развернуться как мы будем разворачиваться чтобы не было каких-либо дырок если мы сейчас просто начнем обратно вязать вот здесь вот получится дыра мы с вами заводим спицу в петлю предыдущего ряда и вытягиваем еще одну петельку вешаем ее на спицу вот таким образом у нас здесь вместо одной петли получилось 2 и когда мы будем провязывать их надо будет провязать вместе про них не забывайте помните что у вас в погоне должно быть всегда 8 петель и не больше погон у нас не прибавляется все развор развернулись вяжем обратно мы доходим значит до перекидываем маркер и снова в крайней петле делаем прибавку доходим до сюда сделали прибавку проходим то есть вот это первое у нас точка разворота мы от нее начали доходим до ну где-то вот две трети погона прошли точно также сделали разворот только здесь изнаночная будет петля и я бы сейчас вам покажу просто из изнаночной из нижнего ряда точно также вывязывается петля и вешается на спицу вот так вот делаются развороты все остальное как бы и так понятно я рекомендую вам нарисовать вот эту вот схемку и отмечать прямо рисовать каждый ряд и делать крестики там где вы делаете прибавки вот тогда у вас все получится и свяжется очень легко и просто еще не забываем в третьем или в четвертом ряду перейти на спицы седьмого размера вы можете конечно вязать и пятерочкой но учитывайте что семеркой вы свяжете этот свитер намного быстрее в данный момент у меня на спинке и полочке получается по 56 петель помните что 4 петли мы добавим на подрезы когда будем разделять вязание на тушку и рукава и сейчас мы заканчиваем делать прибавки по спинке и полочке и начинаем делать прибавки внутри погона у нас начнет расширяться рукав пока все вяжем по кругу мы вывязываем в данный момент окат рукава прибавки здесь надо делать в каждом третьем ряду по моим расчетам мне нужно выйти на 30 петель у меня уже есть 8 петель погона и помним что еще добавится 4 петли подреза значит мне нужно добавить 18 петель прибавки делаем с двух сторон соответственно всего будет 9 прибавок когда все прибавки сделаны петли рукава снимаем на дополнительные лески и сейчас будем соединять перед и спинку для подрезов я связала из бросовой нити небольшие косички и из них сейчас нам нужно поднять 4 петли провязываем эти четыре петли рабочей нитью и вяжем дальше петли переда на второй стороне точно так же набираем 4 петли подрезов таким образом у нас петли тушки объединяются в круг и всего их должно быть 120 вот что у вас должно получиться мы объединили петли спинки и переда в круг и сняли петли рукавов на дополнительные лески вот здесь мы вязали погон и дальше вывязывали окат рукава я надеюсь что вам хоть что-то здесь видно вот идет погон а дальше он расширяется переходит в руках эти расширения у нас идут с обеих сторон и вот здесь уже сформирован накат и начало рукава все самое сложное позади теперь спокойно можно вязать по кругу тушку свитера и затем рукава до нужной вам длины длина тушки у меня довязана закончила я ее резинкой белого цвета и здесь у меня провязано 3 сантиметра также спицами седьмого размера но как вы видите белая пряжа смотрится не так равномерно как цветная и мне не нравится эта рыхлость на резинке видны все петли и я скорее всего сейчас распущу эти белые ряды и провяжу их спицами 5 миллиметров чтобы она смотрелась более плотной теперь я здесь распускаю с конца вот эту вот цепочку и подхватываю петли которые у нас набраны и кстати я их набираю на спицы пятерка потому что хочу чтобы воротник у меня был поплотнее воротники буду вязать резинкой 11 спицами номер пять здесь сначала подхватывайте петлю а потом уже распускайте петлю косички иначе она если она у вас спадет распустится и не поймете где в каком месте у вас находится сама петля в этом ворохе бух буклюшек петли горловинки я подняла на спицы номер пять и провязала резинкой пятым номером спиц ну и закрыла тут 3-4 ряда белой ниткой теперь мы переходим к вязанию рукавов не бойтесь набрать лишние петли мы потом все с вами сосчитаем вот это вот петелька подрезом дальше распускаем следующую вторая петелька подреза третья петелька так вот наверное 4 так подняли 4 петли подреза здесь я еще подняла вот эти вот петли чтобы не было и здесь смотрите тоже очень далекое расстояние не мой не бойтесь поднимите здесь что-нибудь еще чтобы не было у вас лишних дырочек вот так вот дальше я беру рабочие спицы где у меня вот они то есть рукав я также буду вязать на семерке вот и когда мы будем вязать рукав я уже здесь буду считать все петли то есть мы помним сколько мы насчитали петель например у меня было 8 петель погона 4 петли подреза и я прибавила то есть в итоге у меня всего тридцать петель на рукав вот сейчас я провяжу петли рукава и вот здесь вот эти петельки которые мы поднимали лишние я просто провяжу вместе с крайними петельками вот я их присоединю вот к этой крайней петли так подходит концу хуже вязание моего свитера вот такая вот колбаска длинная из рукава для длинных и тонких ручек мои доченьки у меня связано мне осталось связать только последний манжетик на этом у кого я его уже сделала вот осталось вывязать вот эти там два три сантиметра и смотрите здесь я вначале рукав вязала на семерочках потом я их отложила в сторону перешла на пятерочку с этим в принципе почти готов я уже могу озвучить вам расход пряжи фиолетовой пряжи у меня ушло примерно два с половиной мотка этот моток я вязала из серединки и там вот видите теперь достаточно свободно то есть плюс минус пол мотка в остатке белый моток можно сказать не убавился на те кантики которые я провязала по краям ушло совсем совсем чуть-чуть так что в общем свитер для 42 размера получился весом 250 грамм я сейчас закончу второй рукав заправлю хвостики и пойду делать в итоге кстати о стирке составе нити достаточное количество шерсти поэтому лучше стирать специальными средствами в чуть теплой воде и руками как правило проводить в итоге какие средства лучше использовать смотрите в отдельном видео на эту тему подсказка сейчас всплывет в правом верхнем углу после стирки пряжа становится намного мягче и изделие носится с удовольствием многие задают вопрос колется или нет эта пряжа я могу сказать только за себя мне не колется я могу спокойно надеть свой свитер почти на голое тело и мне будет комфортно а вот будет ли колется вам я не знаю на этом пожалуй все что я хотела вам рассказать надеюсь эта информация была для вас полезной пряжу я брала в магазине пряжа настенька ссылку для вас оставлю внизу переходите выбирайте цвет пряжи и вяжите с удовольствием с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока и